Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для Львов на вторую декаду декабря. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что же ожидает представителей знака Затяк-Лев в период с 10 по 20 декабря. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим советы от оракулов и в конце расклада у нас будет лаятник. Он ответит на ваш вопрос, да или нет. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любовных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Львы, вторая декада декабря. Или на чем Ленорман хочет сделать вам акцент. Здесь у кого-то может закончиться какой-то творческий проект. Может быть через интернет. Вот для тех, кто работает, здесь какая-то остановка, пауза, вообще нет движения. И вы можете в конце этих 10 дней от этого проекта отказаться. Не смогли вы что-то реализовать, не получилось у вас. Сил было вложено очень много, но результата нет. Конечно, вот эти еще карты показывают, что вы имели какую-то популярность, признание. Вот солнце и звезда, да. Может быть вы сияли, вас видели люди. Может быть эта работа связана с интернетом. Может быть вы известный блогер. Или популярный артист, певец, композитор. Человек, которого видели многие. Может быть из-за того, что происходит в мире, придется вам от этого проекта отказаться. Какие-то очень большие трудности возникли. Но еще здесь вообще по этим картам это был какой-то кармический урок для вас. Да, прохождение, как раньше в сказках русских, огонь, вода и медные трубы. Или же здесь карты показывают, что вот этот проект, замысел. Вы не смогли реализовать очень много препятствий на пути. Какие-то испытания, с которыми бороться вам трудно. Да, ну может быть это не для всех. Хорошо. В начале этих 10 дней, Паш Кубков, здесь могут быть какие-то приятные новости. Может быть все, что связано с детьми. Дети вас порадуют. Может быть хорошие отметки. Или ребенок вам сделает какой-то приятный подарок. Не знаю, если он маленький, нарисует, сделает какую-то поделку или рисунок. Открыточку подпишет маме. Да, но еще, конечно, это похвала на работе. Это знакомство. Тут у кого, кто в отношениях браки, здесь какое-то приятное известие. И для тех, кто ищет любовь, тоже может быть знакомство. Старший аркан силы, это страсть. Это желание. Еще это может быть заниматься интересами ребенка. Может быть возить в какие-то кружки, секции. Ну, развивать ребенка, да, искусство, там, музыкальные школы, рисование. Хорошо. Для тех, кто в отношениях или в браке, здесь девятка Пентакли. Здесь вот тоже какие-то радостные события в вашем доме. У кого-то здесь известие о беременности. У кого-то здесь решение вопросов жильем, покупка, продажа, получение наследства, предложение руки и сердца. Ну, может быть, получение хорошей прибыли. Если это получение наследства, то это то, на что вы даже и не рассчитывали. Если покупка недвижимости, здесь можно удачно купить хорошее жилье. Может быть, человек куда-то уезжает, сбрасывает, да. Это удачный случай, и обрести хорошую недвижимость. Также продать хорошо, выгодно. Ну, в любом случае, эта карта несет какие-то радостные события, гармонию и стабильность. А для тех, кто в поиске любви, да, здесь может быть знакомство, приглашение на свидание, знаки внимания. Сила-то может говорить, что вас обрывает страсть, эмоции, а может быть, еще бороться с собой, чтобы вступить в эти отношения. Давайте одну карту. Но еще и сила-то это борьба за свою любовь. Может быть, там конкуренты будут, другие претенденты. Очень хорошо будете проводить время, куда-то вместе ходить, развлекаться. Но вот подвойки – это зарождение отношений, но тут нет ничего серьезного. То есть это может быть пока, конечно, только вы познакомились. Это вот люди встретились, провели время, никто никого ничем не напрягает. Сейчас еще одну карту. Хорошо проводить время, куда-то вместе ходить, в каких-то компаниях встречаться. Иногда вообще двойка Пентакли показывает, это какие-то карто-каременные отношения. Там, знаете, три веселых дня было у меня. То есть люди встретились, провели время и разошлись. Ну, хорошо. Да, будьте вспоминать. Пока показывают так. Может быть, дальше они выльются во что-то. А может быть, в конце этих десяти дней вы их закончите. Вот работа, я уже сказала. Здесь что-то вы закончите. Пока мы смотрим, здесь нет движения, то есть это кризис, и вы берете паузу, обдумаете, оставлять, не оставлять. Но к кресту и по десятке, скорее всего, вы этот проект закроете. Не смогли вы что-то реализовать, но опять я говорю, это был какой-то для вас кармический урок. Может быть, вы здесь получали какой-то опыт или прорабатывали карму. Вам это было очень нужно, важно и необходимо. Здесь еще в совет предупреждения карта может показывать, вы можете это реализовать, но где-то в другом месте. Это может быть и другая страна. Давайте одну карту мы посмотрим здесь. Четверка мечей. Ну, это идти по своему собственному пути. Я говорю, прям идет, что это что-то с интернетом связано. Что-то вы какие-то консультации давали, советы, помогали людям. Может быть, что-то связано там, психология. Может быть, что-то связано с эзотерикой. То есть просвещали путь, да, показывали людям путь. Может быть, это вам нужно было на какое-то время этим заняться. Вы эту карму проработали, то есть помогли людям, помогали людям. А теперь вам нужно искать другой путь. Путь своего предназначения. То есть вы выходите вот из этой стагнации, что у нас говорит отшельник, да. Это вы должны просто понять, что для вас грядут перемены. Большие, маленькие, важные, незначительные. Но они обязательно произойдут. Может быть, это был просто проходной этап. Но мы смотрим 10 дней, вы сейчас только это закрываете. Поэтому пока будущее смотреть не будем. Просто совет карты говорит. Может быть, какое-то другое место. Вот там, где вы находитесь, может быть, вы это не можете реализовать. Ну, по каким-то причинам для вас неизвестным. Для тех, кто ищет работу, эрофант всегда говорит, что человек стоит на карьерном распутье. И мы должны понимать, что найти хорошую работу, нам нужно учиться чему-то новому, получать знания. Потому что мир меняется, и мы должны меняться. Может быть, здесь нахождение работы в какой-то закрытой корпорации. Вот, например, как в России, это Газпром. Но туда попасть непросто. Это только по чьей-то протекции. Или здесь, может быть, что-то связано с IT-технологиями. Может быть, какие-то духовные практики. Потому что эрофант – это или встать кому-то под руку, чему-то учиться, или уже самому становиться наставником для других. Еще эрофанты иногда показывают компанию, в которой есть свои устои, и вам им нужно подчиняться. Может быть, это какая-то зарубежная компания. Вот почему рыцарь Жезлов лег. Это иммиграция, переезд королевы Жезлов и король Жезлов. Королева Жезлов, как правило, работает или на себя, бизнес-уман, свой бизнес, или это руководящий пост. Потому что королева Жезлов, вы, да, это лидер. Здесь, может быть, та же работа, связана с преподавательской деятельностью, или какие-то духовные практики. Ведь у нас королева Жезлов – это тоже ведьмечка. Целительные практики, какие-то медитации, приобщение к какому-то крупному эгрегору. Опять же, вот карты Таро, руны. Ну вот у нас в деньгах шут. Да, это могут быть траты на беременность, на ребенка, на рождение. Также это может быть какой-то поездка, путешествие. Может быть, кто-то в отпуск отправится. Но еще это открывается новый канал. То есть, что-то у вас тут закрывается, и что-то новое начинается. Может быть, конечно, еще какие-то выплаты детские. Еще карта иногда говорит, что деньги утекают. То есть, у нас то густо, то пусто. Здесь нужно очень рационально относиться к деньгам. Да, ну, составить список, куда они у вас тратятся. Я думаю, все-таки здесь траты на какое-то новое начало. Вот кто-то уходит в свободный полет. Может быть, вы уходите во фриланс. Начинаете работать на себя. Опять же, может быть, и переезд. Иммиграция с целью заработка. У кого-то может быть переезд на новое место жительства. Я хочу уточнить десятку мечей. Что у вас здесь заканчивается? Ну, вот здесь какой-то проект вы закрываете. Давайте посмотрим десятку мечей. Вы принимаете волевое решение как император. То, куда вы вкладывали силы. И, скорее всего, дело-то было такое надежное, стабильное. Но вы не смогли его реализовать. Кто-то заканчивает отношения с властью. Это, знаете, как переезд в другую страну. Император – это правящий мир и сего. Но еще это государство. Кто-то реально уезжает. Может быть, в эмиграцию. Потому что вы недовольны тем, что там, где вы есть. Это усталость, это эмоциональное выгорание, это невозможность реализоваться как специалист там, где вы есть. Ну, и в совет вам карта говорит – уезжайте. Уезжайте, переезжайте. Меняйте место жительства, локацию. Меняйте направление своего движения. Еще карта бегства, да? Бегите, роняй тапки. Так, хорошо. Давайте получим для вас советы. Львы. Совет от Виканского оракула. Вторая декада декабря. Совет от Виканского оракула. Портал. У вас прямой. Сейчас. Избавьтесь от любого сопротивления, которое вызывает у вас все неизвестное. Не цепляйтесь за то, что, как вам казалось раньше, было правильным. Откройте новые возможности. Вы готовы к кардинальным переменам, которые позволят вам перейти на новую ступень вашего духовного развития. Еще у нас совет от Королевы Луны. Львы. Вторая декада декабря. Давайте посмотрим. Совет для вас. Девоид. Девоид – это пустота. И опять это же первая карта. Карта говорит, пришло время отдохнуть, перезагрузиться, отпустите все, что вам больше не служит, все, что вам не нужно, и перестаньте сопротивляться этим переменам. Потому что пустота – это время возможностей, а не только тьмы. Откажитесь от всего старого и идите в новое. У вас сейчас пустота. Вы можете эту пустоту заполнить всем, что вам хочется. Да. Давайте посмотрим, что нам ответит маятник на ваш запрос. Маятник, ответьте, пожалуйста, ли вам. Вторая декада декабря на их запрос. Да или нет? О чем бы они ни спрашивали. Ответ – да. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. Продолжение следует...